Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую, мои дорогие! Сейчас будет онлайн-расклад, одна позиция, и тема будет называться так. Что он сейчас хочет мне сказать? Давайте посмотрим, что он сейчас вам хочет сказать. Руки, ноги, пожалуйста, не скрещивайте, максимально расслабьтесь. Подумайте о своем любимом человеке. И сейчас будем смотреть, что он хочет вам сказать. Сказать, на данный момент. Вот что у него в душе, что у него в мыслях. Смотрим. Знаете, он хочет вам или написать, или позвонить, или также у него есть мысли к вам приехать. Он об этом думает очень давно. И каждый раз, когда, возможно, он вам что-то пишет, и вы думаете, он, наверное, не пишет мне. Нет, он пишет, но есть такой момент, что он как будто стирает. Опять написал, опять что-то стер. Например, или же он вам пишет, и вы заблокировали его. До вас не доходит. Может, вы его на спам поставили, и все его сообщения приходят в спам. Такое может быть. Но он очень сильно хочет с вами иметь связь. Поддерживать эту связь. Вы от него настолько сильно оторвались, куда-то поднялись вверх, что он дотянуться до вас не может, девочки. Он не может до вас дотянуться. Потому что вы поставили такие, как бы, рамки уже, что, типа, ты кто такой и кто я такая, да? И он понимает это прекрасно, что раньше вы с ним были наравне с этим человеком, да? Вы с ним общались, как бы, наравне. Даже принижали себя, да? Если вы тоже имели высокую должность, вы говорили, не-не-не, я так просто, я же твоя любимая и дорогая женщина просто. Ну вот, не обращай внимания, что у меня высокая должность. То сейчас вы можете сказать, слушай, я генеральный директор, а ты вообще кто такой? Ты что в этой жизни добился? Ты мне что-то еще говорить будешь? То есть, понимаете, да, вот этот вот, когда женщина любит, она намного закрывает глаза. Она готова под мужчину полностью подстроиться. Это у вас раньше так было к этому человеку, а сейчас уже нет. И он это тоже видит. И он хочет вам сказать, что, милая, я до тебя дотянуться не могу. Ты очень слишком поднялась вверх. Это в укор мне, это на зло мне. Ты мне хочешь доказать, что ты крутая, у тебя получилось это. У тебя получилось. Мне до тебя еще тянуться, тянуться, расти, расти, работать, работать. Потому что здесь, скорее всего, мужчина в должности своей ниже вас. Или он без работы на данный момент, или он пониженный какой-то в должности, но вы его выше. Что он еще хочет вам сказать? Да, у него большие планы на вас, и всегда эти планы были. Но если вы сейчас будете с ним разговаривать, он вам знаете что? Как перевернет все. Он скажет, да ты не поняла, у меня насчет тебя такие планы были. Я же хотел жениться, хотел детей и с тобой еще внуков встретить. А вы будете думать, ничего себе. Я неправильно поняла. Ты мне в последний раз что сказал? Давай останемся любовниками. Да нет, ты не поняла. Я не так хотел сказать. Вы понимаете, он сейчас как уш на сковородке будет выкручиваться, вам доказывая, что вы неправы. Потому что для него это очень важно, чтобы вы были неправы. Он постоянно себя отбеляет, понимаете. Отбеливает, да, или как. То есть он хочет быть честным, порядочным. А вот ты такая, ты не поняла. Как ты могла подумать? Да. Жила моя мать, моих детей. Здесь мужчина вот так будет очень тонким, таким подходом. Здесь хороший психолог. Хороший психолог. А теперь вы от него где-то далеко. Вы над собой растете. Вы над собой работаете. Вы трудитесь. Вы поднимаетесь вверх. Вас не узнать. Кто-то из вас похудел. Кардинально. И вы просто выглядите красоткой. Красоткой. Вас вот так вот взять фотографию год назад и какая вы сейчас. Это небо и земля. И он это же видит все прекрасно. Он это видит. Он в интернете, в соцсетях. Он лазит постоянно по вашим страницам. Он это все видит. Он думает, ничего себе она изменилась. А как? Че это с ней? Он же не может понять, что толчком послужил он сам. Нет. Он думает, наверное, мужика завела себе. Или что-то еще там, наверное, с кем-то встречается. О, как похудела баба. Сглянь. Наверное, мужика себе завела. Может, ни одного еще. Понимаете? У него логика. Это мужская. Она же так срабатывает. У скалоба. Красивая баба, значит, мужика завела. А он не может понять, что, может быть, вы тоже, знаете, как он послужил, да, этим толчком. Может быть, он вам говорил, ты корова, там, еще что-то. Ты как выглядишь? Посмотри на себя, там, или какие-то такие слова, да, обижающие вас. Что вы сказали, ах, так? Да? Ну, ничего, ничего. Я сейчас буду... Сейчас посмотришь, какая я буду. Что он еще хотел бы вам сказать? Да, что-то вы притихли. От вас ни духу, ни слуху. Вы как ведьма уже, понимаете? Ну, жрица, да? Жрица. Какая-то она, какая-то загадочная. Ведет себя как ведьма. У нее что-то там в тихом уме черти водится. Наверное, мужика точно завела себе, и ни одного. Вот такие у него мысли. Что он еще хотел бы вам сказать? Да. Че-то ты хорошо живешь. Припеваючи живешь. У тебя все шикарно. Я ж прям не думала, что ты такая. И карьеристка ты, и ты женщина такая прям. О, че-то я там, видать, не разглядел в начале наших отношений или встреч. Че-то я там не разглядел. А здесь прям у нас стратег какой-то в женском обличье, который решила себе и мне доказать, что она крутая. Вот так он думает. Что он еще... А про себя что он хочет сказать? Про себя. Но про себя он хочет сказать. Вот Фемида, да, и пятерка жезлов. Милая, мы с тобой поругались. Ну давай мы все закончим, закончим нашу победу, да. Наши ссоры, наши конфликты, когда закончим победы. Давай закончим Фемиды справедливостью. Давай поговорим. Давай отпустим обиды. Давай придем к примирению. Давай будем справедливее друг к другу. Вот, че он вам хочет сказать. Ну как, заговорил, а? Фемиду вспомнил. Ой, какая красота-то. Кто у нас юристы? Он или вы? Юристы. Здесь тоже есть юристы. И здесь, знаете, мужчина как будто взывает прям, да, к какому-то пониманию с вашей стороны. Ну как же ты? Ты же мировой судья там, или адвокат. Ну как ты? Ты можешь так вести себя? Давай помиримся. Давай помиримся. Давай перестанем ругаться. Будь справедливее. Что он еще хочет? Он хочет примирения. И хочет по справедливости. Вот когда он с вами ругался, интересно, он по справедливости с вами ругался или нет? А теперь примирение по справедливости хочет. Ладно. Смотрим дальше. Что еще хочет он вам сказать? Еще. Какой маленький мальчик перед вами, девочки. Он еще и подвешен висит, видите? Что он еще хочет вам сказать? Ой, девочки. Он вам хочет сказать, что я, прости меня, ну глупая, ну дурак я, ну много чего в жизни я не понимаю. Ну как мужик, да, я как-то перестарался. Палку там перегнал. Что там? Перегнул. Да, ну плохо мне без тебя. Ну в подвешенном состоянии у меня все. Вот все висит у меня без тебя, милая. И нет мне пощады, и нет мне спасения. Ребенок, здесь мужчина? Или вас моложе? Сто процентов вас моложе. Или же у него какие-то мозги детские? Даже если ему 50-60 лет, у него такие мозги детские. Боже мой, что он, по-моему, в молодости тогда делал? Я не знаю. Что он в молодости делал, если у него такое отношение к самому себе? Вы с ним знаете как мамка с глупым сыном. А он, дело в том, что он, он где-то понимает, что он не дотягивает до вас. Но так ему хочется быть крутым. Так крутым ты должен быть только тогда, когда ты чего-то в этой жизни можешь добиться. А ты что добился в жизни? Ты даже отношения построить с нормальной женщиной не можешь. Ну, как-то так, я не знаю. Что он еще хочет вам сказать? Ну, примирение хочет, колесо фортуны. Девочки, здесь примирение мужчины хочет. Да, интересно. Но без вас никто. Но он без вас никто. У меня еще, знаете, такой момент здесь идет, что пока этот мужчина был с вами, я не знаю, насколько долго, но пока он был с вами, у него дела шли хорошо. Ему, знаете, как фартило, удача была, деньги были, у него хорошее здоровье, настроение было. А вот как после того, как с вами расстался, ну, как вы отдалились от друг друга, не общаетесь, не видитесь, у него как-то все вниз пошло, понимаете, на работе уволили, здоровье какое-то слабое, денег мало. Как-то, знаете, вот жизненный путь у него какой-то искривый. Вот он шел ровно по дороге и как-то шел, 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 шел и куда-то ушел вообще непонятно куда-то, в дебри и в кусты без вас. Вот так. И он теперь по колесу фортуны хочет назад. Знаете, я еще так скажу вам, если здесь мужчина очень красивый, сексу-мачо, и он всегда вам об этом говорил, одевался крутой, такой машина, все, показывал себя, что он такой мужик роскошный, вы знаете, это он вам пыль в глаза бросал. На самом деле этот мужчина сейчас, по крайней мере, у него нету никаких женщин, у него нету никакой крутой тачки. Я не удивлюсь, что он ее продал и купил себе, может, какой-нибудь запорожить, я не знаю, жигули. И у него проблемы есть на работе, может быть, он уволился, или если у него он бизнесмен, то у него этот бизнес уже в крах идет. Здесь мужчина несет потери без вас, это я могу сказать точно. И то, что он ходил раньше павлином-мавлином таким, это было, осталось в прошлом. Все в жизни меняется, знаете. Жизнь такая штука, когда она может любого человека поменять от бедного до богатого, от богатого до бедного. Вот здесь все обратный процесс у человека. Что еще хочет вам сказать? Да. Но вы холодная, далекая, вы звезда. Ой, какие у него амбиции, боже мой. Здесь мужчина с такими амбициями вечными. Здесь ему всегда в жизни будет очень тяжело. И любой женщине, которая будет с этим мужчиной, ей будет тяжело. Здесь мужчину или принимать надо таким, какой он есть, или вообще с ним не связываться. Переделать его не получится. Потому что здесь мужчина, я же говорила, он красавчик, у него машина роскошная. Ну, то, что было, было. Роскошная машина, он такой вечный, он красавчик, наверное, красивое, ухоженное тело, броется, бреется, там, я не знаю, душица, красивый любовник, он вам может быть, и вы, наверное, знали, что он несколько раз там, может быть, женатый, был у него женщин, дофига было. Все. Сейчас этого ничего в его жизни нету. Нету. Жизнь кардинально изменилась. Я не знаю, почему. Может быть, это действительно вы повлияли, потому что здесь есть ваш аспект, что вы прошлись по нему, как танком, как по полю. Здесь, может быть, пандемия сделала свое дело, да? Здесь, может быть, еще какие-то аспекты, там, кто-то его там, может быть, кинул на деньги, с работы выкинули, и так далее, и так далее, и так далее. Много всего. Но это уже не тот сексу-мачо. Сейчас на него посмотришь, осунулся, небритый, воняет. Думаешь, боже мой, что это? Какой ты был, милый, что с тобой стало? Ну, так вот. Ну, у него порох в пороховницах-то есть? Вот эти вот высокие амбиции, я крутой, я сам это, я вообще единственный мужик в мире, он считает себя. Он таким раньше же и показывался, да? Я крутой, я император, я лучший любовник в мире, это я, да? Лучший мой подарок, это ты. Вот здесь то же самое. Что он еще хочет вам сказать? Он еще, знаете, вам хочет сказать? Ты не должна, да, меня бросать. Ты не должна, ты много потеряешь. Он вам хочет сказать, чтобы вы его не бросали, как бы вы не были от него далеко, то есть он за вас хватается, как за соломинку уже. Ты не должна меня бросать. Подумай хорошо, женщина, мать моих детей, подумай хорошо, где ты еще такого любовника найдешь, как я? Вот так вот, девочки. Я не знаю, как он любовник, но ловелас он еще тот. Ловелас еще тот. Здесь мужчина очень сильно хочет с вами переписки, он хочет очень сильно восстановить с вами контакт. Очень сильно хочет. Так, дайте я, знаете, что спрошу? Почему он все другую не найдет? Ну что, много же женщин. Чего он себе другую не найдет? Зачем ему вот вы и так нужны? Поставлена же точка, как бы пауза уже долгая, ну и все, и отлично, иди гуляй, милый, другую себе найди. В чем проблема? А, еще? А ну вот смотрите, четко и конкретно. А потому что, если это ваш бывший супруг, то у вас остались, скорее всего, дети. И из-за детей, ради детей, он хочет с вами снова. Потому что любит детей. Ну, тянется, по крайней мере, да? Это во-первых. Во-вторых, если у вас нету с ним детей, то он никак не может забыть вас, девочки. Это память его глушит. Это ностальгия, это детские, юношеские воспоминания с вами, когда ему с вами было хорошо, как вы встречались, виделись, обнимались, гуляли, и на верес вместе поднимались, я не знаю, на эльфовой башне целовались там. Что у вас там? Какая история жизни? Он никак это забыть не может. Во-вторых, вы всегда оказывали такую поддержку. Кто-то материальную, кто-то чисто советом как-то советовал ему что-то сделать в этой жизни. То есть от вас всегда шла поддержка, вы всегда, девочки, кто сейчас меня смотрит, вы всегда можете поддержать мужчину. Неважно, этого мужчину или другого. У вас это есть, у вас это в крови. Вы всегда поддерживаете своего мужчину. И вы его тоже поддерживали. Ему сейчас это не хватает, потому что никакой поддержки не имеет. Ни от одной женщины, ни от мамы, ни от папы. Такой поддержки, как от вас, нету ни у кого. Ни от кого вернее. И тем более, старший аркан силы, это говорит о том, что вы имеете власть и силу над этим человеком. А он, видите, лев, я вам сказала, что здесь мужчина очень, ой, такого сильного, хищнического какого-то характера, которому спокойно в жизни, блин, не живется. Но не живется ему спокойно. И если у вас был с ним интим, он до сих пор его забыть не может. Хочет, умирает снова. Если не было интима, то он, прямо, знаете, отпустить вас не может. Как это так? Я в постель ее не затащил. Блин, ну, надо обязательно это сделать. Понимаете? Поэтому здесь мужчина не может другой себе женщину найти, потому что у вас есть сила этого мужчину подстроить под себя. Вы его кнутом и пряником воспитываете и приводите в чувство. Вы имеете над ним власть. Только вы из него котика, наверное, хотели сделать, а он у нас лев здесь. А лев это хищник. Как он? Он не превратится никогда в домашнего котика. Девочки, вам нужно было так действительно котика найти себе. Найти нормального котика домашнего и все, и будет ласковый котяра дома у тебя, любимый мужчина. А вы себе нашли строптивого льва, хищника такого, со всеми своими вытекающими обстоятельствами и думаете, боже мой, такой лев, такой мужчина, сексу мачо, так я его из него сделаю котика. Нет, девочки, не получится. Из котика, вот из льва котика не получится сделать. Это значит, вам котика уже другого надо найти. Домашнего, хорошего, плюшевого, мягкого, вкусного, домашнего. Зато он твой. А этот лев, понимаешь, ходит бы на саванне, по саванне там. Здесь самочка, там самочка, ни одна самочка, его прибить, прибить, да, прибить его не может к берегу. Или на берегу. Но не может. И он не отпускает вас. Вот вопрос задала, мне, потому что интересно, такой мужчина, да, он же себя таким считает, я крутая вообще, такая. А что у тебя другую найти не может? А потому что нету. Такой, как вы, больше нет. Он именно вас хочет. Так, а вот еще такой вопрос, да, интересный. А что в ваших взаимоотношениях не хватает? Что там не получается? конкретно. Еще. Еще. А потому что вы ушли, вы мечевая сейчас, у вас в одной руке меч, в другой, наверное, там что-то еще, наверное, гантеля. И вы этим мечом как бы отбиваетесь от него. И вот это мешает, он считает, да, ну как бы, ну или может быть это на самом деле так. Вы ушли из отношений, вы ничего делать больше не хотите, вы в стороночке сидите, там наблюдаете. И вы в мечах, понимаете, Жанна Дарк, все. На коня и я поскакала. И я больше ни на какие компромиссы, никакие эмоции я выдавать не собираюсь. На дипломатию тоже идти не хочу. Все. Я сказала нет, значит нет. Я послала его подальше, значит послала подальше. Все. Что он еще хочет вам сказать? Ну да, здесь эгоист вышемарки, я же говорю. Он не хочет признавать башню, видите? Не хочет признавать, что он не прав. Но вот не хочет признавать. Уже деньги потерял, здоровье потерял, то, что он с вами в контрах, он уже многое потерял, но не сдается поразить. Вот как таракан знает, трави, не трави, бегает он, все бегает от карандаша белого. Бегает все таракан-то наш. Не травится он никак. И это то же самое. Вот я на коне, все. Я на коне, ничего, я бедный, но я на коне. Он еще думает, что ничего. Да, у нее тоже будет плохо. Ничего. Я увижу, что она тоже в слезах, в соплях прибежит ко мне и будет кричать, милый, прости, я к тебе хочу на ручки. Вот он так и ждет, да, башни. Ничего, я выстою, я выйду. У мужика есть хватка, смотрите, львиная. Он как настоящий лев. Он случайно не по гороскопу лев, девочки? Татуировки льва у него нету? Солнце, лев, вот такие татуировки, да, знаете, чисто мужские. На плече там изображение солнца, дикого льва, там, да, как будто конь там какой-то, вот, то есть он на коне. Там таких нету татуировок, но татуировок у него. Потому что здесь может быть такой момент. Здесь мужик такой, знаете, с амбициями. Ну так здесь женщина тоже может быть с татуировками. Да, 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 да. Не все, конечно, не все, но здесь, возможно, здесь смотрит женщина, у которой на теле есть татуировка. И татуировка, знаете, какая? Змеи, кобры, я не знаю, дракона, какой-то рептилии такой, я не знаю, скорпиона. Какой-то, вот, ваша татуировка говорит о вашей силе. Вот, не просто какая-то наколотая там бабочка, а в вашей татуировке есть сила. Вот на нее смотришь, думаешь, нифига себе, ты здесь такую татуировку себе мать сделала. Что-то такое, здесь у женщин тоже есть. Потому что здесь женщина не слабая, сильная. Естественно, татуировка тоже должна быть сильной. Здесь два старших аркана выходила, да, сила. Вот еще здесь до этого была. То есть вы настолько имеете над ним власть. Вы даже себе это представить не можете, девочки. Сколько у вас в жизни было мужчин? Это единственный мужчина, над которым вы имеете полную власть. Сто процентную. Это я вам говорю сто процентов. На других не могу сказать, не знаю. А вот над этим точно. Даже дважды силы выходят старший аркан. Поэтому, а с ним так и надо. Может быть, у вас мужчины раньше в жизни другие были попроще. Ну, такие котики. Да. Домашние котики такие. А домашние уже все. Теплый, хороший, мягкий, пушистый котик такой. А вы такого встретили, да? Льва. И вам это прям вау. Вот то, что мне надо. Ну, давай, милый. Давай посмотрим, кто кого. Или ты меня к прокурору, или я от тебя в ЗАГС. Вот, и что получается. Хорошо. Смотрим еще. Он так хочет перемирия с вами. И еще знаете, что больше всего он хочет? Он так хочет взять верх над вами. Боже. Он прям спит и видит, что он опять будет рулить над отношениями. Как он скажет, вы так и будете подчиняться. Ой, господи, как мал мужику надо. Да? Вот единственная, да, проблема. Взять верх над женщиной. Так у него же возможность была это взять над вами верх. Ну, шо он не... Не справился у нас. Не справился. А теперь женщина над ним взяла верх. И он думает, не-не-не, надо это все опять вернуть назад. Я хочу брать верх. Я. Я старшархан маг. Не она сила. А я тут маг. Я тут решительный. Я тут мужик-охотник. Я, блин. Вот че он хочет. Мечтает. Девочки, если вы с ним сойдетесь, я вам сразу говорю, не растворяйтесь, не успокаивайтесь, потому что мужик сразу залезет на голову. Сразу. Он как только почувствует, что вы в его глазах уже таете, вы влюблены опять по уши, вы все ему простили и к нему вернулись. Я вам говорю, сто процентов, в течение трех дней он опять залезет к вам на голову. И он будет говорить, сюда ходи, туда от них ходи, здесь ходи, снег в башка упадет. Да, он будет тут же вам, знаете, говорить то, что он хочет. И вы должны будете выполнять. Поэтому, ну, не отпускайте вот этот, знаете, короткий поводок, который вы сейчас его держите. Вы взяли вот эту силу над ним? Отлично, девочки, респект. Так и должно в принципе быть. Так и должно быть, по идее. И нифига ему брать верх. Нифига он мужик. Отлично. Мужики у нас что делают? Деньги зарабатывают. Марш. Из дома нечего сидеть, валяться на диване. Иди зарабатывай деньги. Будешь ты еще надо мной здесь командовать. Когда станешь миллиардером, вот тогда будешь командовать. Вот и все. А сейчас нечего. А он хочет с вами вот сейчас, чтобы вы ему подчинялись. Чтобы вы его ждали, вы ему готовили, ему стирали, убирали и говорили, да, милый, как скажешь. Да, хорошо, как захочешь. Все для тебя, мой любимый. Поэтому будьте аккуратнее, девочки. Будьте аккуратнее. Не надо показывать мужчине, что вы его простили, его вернули и все забыли. Нечего. Сразу на голову залезет. Да. Ярофант. Ну, потому что он считает, что только так отношения строятся. Видите? Какая мужская железная логика. Капец. Да, он потому что, он считает, что именно так, когда мужчина берет вверх над женщиной, в отношениях появляется идиллия. Ну, вот, наверное, у него в семье так было, понимаете? Там папа, наверное, патриархат в семье. Мужик, как сказал, все. Жена с утра до вечера там все выполняет. И, наверное, у него откуда еще? Вот только семьи, наверное, идет все, да? Всегда, в принципе. Я не думаю, что он читает какие-то психологические книжки и изучает, что такое женщина, и с чем ее едят. Нет, здесь мужчина отталкивается от своей семьи. Какой у нас паха, какая у нас мать, все там, дети, братья, все. И я должен такой же быть. Все. Традиция, традиция. По традициям должно быть, да? Семья строится, отношения строятся по традициям. Вот так он считает, узколоба мыслит. И при всем этом он считает, что на компромисс должен идти не мужчина, а женщина. Такое ощущение, как будто он седьмого века выбежал, девочки. Он где воспитывался? Седьмом веке, что ли? Это здесь какие-то мысли у него, не знаю, не двадцать первый век, как у мужчины, а седьмого века. И сам же мучается от себя. И сам же от себя мучается. Он живет в наше время, ему надо было не в нашем времени родиться, а в седьмом веке, доисторическом. Там у него все было бы идеально. И гарем был бы, и все было, как он хочет. А здесь уже, понимаете, современный мир, современное время. И он сам от этого мучается. Ну почему так в жизни? Почему женщина всегда должна брать вверх? Это же неправильно. Я же мужик, я же не хочу быть подкаблучником. Понимаете, у него такие мысли. Поэтому у него ни с одной женщиной на данный момент ничего не получается. Потому что у него в мозгах проблема. Он неправильно мыслит, он неправильно думает. И женщину он толком не знает. У него у самого проблемы. Он сам от этого уже устал. Посмотрите, какое состояние, умирающее. Он сам от себя устал, понимаете, сам от себя устал. Потому что и любви хочет, и семьи хочет, и все он хочет, как нормальный мужчина, все хочет. Но не может этого получить, потому что у него проблемы в мозгах. Он неправильно мыслит. Женщина должна быть, знаете, ну вровень, или может быть чуть-чуть ниже мужчины. А он в его понимании, что женщина должна быть вообще на вторых ролях. Все, молчает женщина, твое место на кухне, марш. Вот у него какой, я же говорю, доисторическое. У него так родители, наверное, там воспитывали. Там мама, наверное, не могла слова никакого сказать семье. И он думает, что все женщины такие же, такие должны же быть. Это вообще же ненормально, правильно? Ненормально это. Да. Его понимание, что женщина должна быть мягкой, нежной, доброй, любящей. Она должна вот его любить. Напьется он, нагуляется он, что он там еще, руку на нее поднимет. Плевать, она должна его любить. Вот и все. Дарить ему эмоции, говорить, как он замечательный, помалкивать, терпеть. А он будет крутой. Ему хочется всегда, чтобы женщина его вдохновляла. Чтоб она ему говорила, ты, дорогой, ты у меня бог, ты у меня царь, ты у меня все, все, это ты, милый, ты. Чтоб женщина его не напрягала. Ему не нужна женщина, которая будет его напрягать. Это ему тоже очень важно. Он хочет в отношениях быть свободным. Хочу, пришел, хочу, ушел. Когда позвоню, сиди, жди. Приготовь заранее, я приду, покушаю, постирай мне, погладь мне. То есть, детей родила нормально. Сколько у нас уже? Четверо? О, отлично. Хорошее наследство. Хорошее продолжение рода. Вот, вот такие, но это мысли мужчины, я не знаю, древнего мира какого-то. Здесь и древний мужчина, девочки. Ну, что вы хотите? Лев, дикий лев, но тут и мысли такие же дикие. Он не признает никакого родного права рядом с женщиной. Не, женщина там, далеко, сзади меня. Молчать, женщина. И не напрягай меня. Да, детей он любит. Кстати, ведет себя порой тоже как ребенок, но когда ему говоришь о том, что ты что себя как ребенок ведешь? Ему это так не нравится. Как будто его и ущемляют. Как? Я ребенок, да я мужик. А ведет себя, по идее, по своим действиям, как ребенок, пятилетний, которому объяснять надо, толковать надо, за ручку водить, не знаю, надо. Здесь еще мужчина, знаете, боится врачей, почему-то, не знаю, допущение, если у него что-то болит, он будет валяться, крохтеть, я не знаю, вопить, что ему плохо, но в больницу, не надо взять зашкирятникова и в больницу отвезти. Ну, если ты такой, ну, иди, почему ты, нет, я боюсь врачей, я боюсь уколов, там, здесь такой мужчина тоже боится, понимаете? Он крутой с вами, с собой он крутой, а во внешнем мире он разобраться не может, всего боится. Знаете, он подсознательно понимает, что он один в поле не воин, один он справиться не может без женщины. Ему в любом случае всегда нужна женщина рядом, которую будет поддерживать, которую будет помогать, которую будет направлять. Поэтому, может быть, он не признает это никогда, да, и не скажет, вернее, он признает это внутри, но он никогда вам это не скажет, что я не могу без женщины, мне женщина всегда нужна. Он мне это никогда не скажет, но внутри он об этом думает, что да, я беспомощный, потому что он видит на своих друзей, на своих знакомых, как те мужики поднимаются вверх, как те мужики чего-то в жизни добиваются, и у каждого того мужика есть женщина рядом, сильный мощный который помогает ему потому что по своей идее мужчина в этой жизни практически сам один ничего не сделает никогда ничего не сделает если же если мужчина чего-то в жизни добивается это обязательно рядом есть женщина которого направляют но это факт это это и это не господи но я не америку открываю не нам так это все сложно потому что женщина знает женщина энергию дают женщина направляет мужчину а мужчина берет в этом внешнем мире все что хочет взять все что ему полагается а без женщины мужчина сам ничего сделать не может он не черпает этой энергии потому что за материальную земную энергию отвечает женщина вы понимаете у мужчины этого нету он не может скопить этой энергии и здесь человек тоже он сопротивляется себе слушай ну вот мне прям этом мужику хочет сказать милый тебе судьба дала такую потрясающую женщину ты должен стать президентом ты чё хернёй моешься извиняюсь за выражение но что-то то чем-то ерундой ты занимаешься строй отношения строй семью рожай детей поднимай своих внуков да ну чё тебе еще надо непонятно и ты всего в жизни добьешься не время и мне больше нечего сказать если честно мне больше нечего сказать потому что здесь мужчина какой-то очень сложный идиотизм просто эти мужчины происходит идиотизм поэтому девочки красотулечки мои я вам всем желаю счастья огромного женского большого чтобы у вас было все хорошо чтобы рядом с вами были настоящие хорошие мужчины которых вы будете вести по жизни которые в жизни всего для вас и для себя будут для семьи ваши будут всего добиваться так и должно быть по идее если с этим мужчиной ну как-то все сложно у вас не получается до него когда жирафа все доходит но оставьте его в покое пусть занимается дальше просто имейте ввиду что ему без вас сложно без вас не может не знает как его свернуть свое эго тешит он мужское понимаете тем самым и хочет вашего полного подчинения покорения ну вот ну вот так вот поэтому вот такой расклад вот такой расклад неутешительный будьте счастливы пусть у вас будет все хорошо и до скорых встреч спасибо